доброе утро дорогие друзья с вами снова я захарыч блаженный в общем готовлюсь там собираюсь на прогулочку пойду сегодня погулять вот в час дня стартану с метро октябрьское поле встречусь полагаюсь рядом любопытных людей надеюсь все будет хорошо и да друзья я читаю ваши письма стараюсь и часть информация почерпываю от вас я перепроверяю информацию пару раз обжигался и перепроверяю мне пришло письмо от моей зрительницы я не буду называть ее фамилию но имя у нее такое распространенное прекрасное русское имя елена и вот благодарю вас елена я прочитал и да это еще одна из причин почему я пойду на русский марш вот спустя небольшое время достаточно вот сейчас сниму выложу ролик и пойду сразу обуваться там собираться и двигаться потому что на территории воронежской области а воронеж и он от москвы совсем недалеко ну километров 700 800 да вот там образован указом медведева прошлого года 16 марта прошлого года то сэр павловск павловск это город такой воронежской области старинный русский город то сэр это та же самая тор территория опережающего развития в рамках этих территорий китая были отданы огромные земли на бесплатную аренду на там сроки в 50 70 лет но фактически подарены наши земли верховным правителям но огорчены будут те кто думает что только до урала дотянутся щупальца злобного китая но не злобного не знаю доброго они не доброго не доброго вот смотрите территория опережающего развития там в принципе нельзя добывать редкоземельные металлы и все прочее нельзя но есть целый ряд но вот смотрите почему я говорю про редкоземельные металла дело в том что в воронежской области об этом власти мы постараются молчать но говоря если было высказано это там обнаружили никель и главное спутник никеля уран там три месторождения урановых нашли как минимум а вы можете себе представить что такое добыча урана там черноземья чернозем который фашисты немецкие фашисты вывозили поездами воровали вот драгоценная земля там старинная русская земля там корни там усадьбы музеи дома там память наша вот ну казалось бы как бы не будет там ничего плохого потому что тор не предполагает добычи редкоземельных металлов но взял я да и набил в поиске на воронежской области китай и увидел дорогие друзья прекрасную в кавычках новость свеженькую прямо на портале губернатора воронежской области о том как воронежская зао закрытая акционерную акционер на общество орбита и китайская компания и и и и они создают совместное предприятие вы знаете чем занимается зао орбита космическими технологиями ну то есть это де-факто означает что эрефия будет давить китаю еще больше технологий китай вот тут вот пару дней назад запустил ракету свою с непередаваемым названием с тремя спутниками они развиваются а мы загибаемся они очень серьезно подходят к экспансии на нашу землю понимаете и скептикам если таковы еще есть и прочим хочу чтобы вы понимали добыча урана сопряжена с добычей огромного количества почвы грунта вот задействуется вода воронеж входит в состав центрального водного бассейна московского добыча урана ну вот таким способом с привлечением воды может действительно загрязнить весь водный бассейн и это друзья мои не просто преступление это будет уже открытая вот агрессия против земли русской вот владимир филин один из учредителей сегодняшнего русского марша он говорил о том что уже ведется добыча урана в сибири такая вот негласная об этом не говорят но она доведется варварски совершенно и там тоже грозит загрязнением огромного количества бассейна целого вот грунтовых понимаете радиоактивное загрязнение это ребята трындец это чернобыль будет отдыхать вот прям честное слово что ж ужасно это все ужасно это все и мы видим что власть пошла по полной программе вчера я говорил со своим другом он славянин коренной но он сказал что он не пойдет на русский марш почему потому что он сказал что он не хочет ассоциироваться никоим образом с нацизмом поэтому единственное к чему я могу призвать людей это избегать омерзительного нацизма понимаете потому что если вы хотите объединение если вы хотите перемен ребята стойте пожалуйста на здравой платформе без дебилизма без экстремизма без насилия и призывов к нему без деления людей по национальному признаку да и напоследок я все же выскажу свое мнение случай с рядовым шум суде новым чудовищем парня довели да все такое я согласен это это мое мнение но я хочу сказать что меня в армии где служил прессовали жестко и не только меня всех прессовали одни конечно там не настолько думаю жестоко как рядового шум суде нова но прессовали жестко я не брал в руки автомат а потом когда я узнал подробности этого расстрела я не буду вставать ни на чью сторону и становиться судьей потому что двух он расстрелял стоящих остальное ему приказал лечь они легли под направленным дулом дымящимся и он расстрелял лежачих поэтому я не буду давать никаких суждений кроме одного призывная армия это неизбежное зло потому что такие люди с психическими отклонениями как рядовой шамсуддинов не должны служить в армии вот это мое мнение оно было есть и будет потому что к оружию должны быть допущены только люди которые действительно этого достойны ну вот я не буду осуждать или оправдывать рядового шамсуддинова но он убийца на его руках кровь восьми человек и и покушение на жизнь как минимум двух человек предсказываю бесплатно его будущее сергей кужугетович шойгу прекрасно понимает что вот это провал серьезные все заявленные реформы и сергей кужугетович ну я думаю этого шамсуддинова попали не дурдома но потому что вы знаете вот свобода рядовому шамсуддина я не буду ничего комментировать говорить он убил 8 блин человек и я судьей становиться не буду я никому не желаю не свободы это омерзительно никому не желаю пыток и мучений блин но да он убийца что же ну на этом все да друзья убийца это патовой тупиковая ситуация он порождение системы призыва и гулага что для меня гулага призыв это сродни одно и то же вот что желаю вам всем доброго дня по возможности поддерживайте мой канал друзья потому что я не получаю финансирование из госдепа или из кремля или от кого-либо из заинтересованных лиц единственное кто меня поддерживают и позволяют моему каналу и мне функционировать это вы дорогие мои друзья и смею вас заверить что я также вашу поддержку распространяю по мере возможности на других людей которые в этом нуждаются и которым я могу помочь вот желаю вам всем доброго дня друзья что ж пойду выкладывать ролик обуваться одеваться и вперед верблюды как говорится идут на запад вот если все же вы решите перешагнуть через себя и сделать убрать маргинализацию с события которые сегодня предстоит приходите чем больше здравомыслящих и приличных людей там будет тем менее маргинализированным будет это событие что ж доброго дня друзья подписывайтесь пожалуйста ставьте лайки пишите комментарии не пишите пожалуйста в комментариях экстремизма мата брани всякой глупости и она брожение национальной розни вот пора нам всем взрослеть друзья и становятся достойными того чтобы решать свою судьбу с мамин самим без всяких ввп попова и прочих 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 доброго дня сейчас я выключу эту камеру а такая штука камера это конечно интересно вот